всем привет друзья в эфире программа propeller и сегодня у нас необычное место проведения наших съемок находимся в покровске в кафе покровская высказал да и сегодняшний наш выпуск полностью посвящен конференции дни пиар в якутии и сегодняшний наш гость вячеслав викторович лащевский вице-президент российской ассоциации по связям с общественностью вячеслав викторович расскажите пожалуйста для начала нашим гостям что же такое пиар это эмоционально как бы да то что человек думает то что человека воспринимает суметь донести нужную информацию конкретно целевой аудитории для того чтобы получить какой-то отзыв значит эмоционально значит если прагматично то глобально говоря то есть ну в общем пиар это наша жизнь а мне вот интересно раньше все-таки конференция дни пиара на вот как раз таки затрагивала всю нашу жизнь а сейчас в основном говорят о туризме дни пиар в якутии они говорят именно о продвижении республики по всем направлениям да наверное туризм некая такая доминанта сейчас существует но на мой взгляд это одно из важных но это одно из направлений продвижения понятно скажите я знаю что вы не первый раз приезжаете вот сюда на конференцию дни пиар в якутии ну я в якутии очень часто я знаю что они первые я уже не знаю вот расскажите какие у вас впечатления конференции и наверное очень многим нашим зрителям будет интересно а вообще в якутии насколько целесообразно проводить вот такие мероприятия поскольку наверное каждый думает что ну что действительно люди собрались поговорили а в чем действительно практическая польза от проведения таких конференций не пиар в якутии они действительно в общем сказать первыми в свое время начали вот эту поднимать и ставить вопросы необходимости формирования такой концепции имиджа политики продвижения региона на федеральном уровне внутри себя как бы да они об этом заговорили вот я сегодня примел например там сказать там цифру там туристический подок который есть сегодня уже в якутию конечно это не миллионы туристов как бы да это уже 150 тысяч человек в год приезжают в якутию как бы да то есть я знаю просто на федеральном уровне огромное количество не знаю там людей журналистов которые да 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 вот якутию хочу поехать хочу детей отвезти то есть якутия на звучит как бы да то есть и я считаю что в этом немало заслуга дней пиар потому что они начали об этом говорить и не стали эту тему поднимать и на каким-то образом так вот формируется имидж региона туризм в условиях арктики якутские бренды вот далеко не весь спектр тем которые обсуждались на седьмом всероссийском фестивале дни пиар в якутии среди участников практикующие специалисты в области рекламы и пиар представители науки и бизнеса сми студенты и конечно спикеры на открытии выступил мэр якутска айсен николаев а также вице-президент республики дмитрий глушко с которым нам удалось пообщаться лично из моего опыта участия в этом фестивале кажется что да и даже не кажется я уверен что проекты которые идеи здесь вырабатываются они очень полезного для совета по имиджу политики эта площадка на которой высказываются порой может быть идеи которые сначала изначально кажутся какими-то несбыточными невероятными но в дальнейшем прорабатывая их специалистами и внутри республики и из вне республики мы видим что они могут быть очень полезны для того чтобы идеи были интересны и уникальны организаторы фестиваля байкальский государственный университет экономики и права в городе якутске проводят мастер-классы в которых могут принять участие все желающие мастер-классы ведут гости из россии и из-за рубежа каждый гость представил свой собственный мастер-класс освещение арктической тематики в сми методика редактирования пиар-текста техника фотосъемки в условиях экотуризма и многие другие очень важно чтобы мы сами жители республики понимали что такое республика в чем ее привлекательность чем уникать и уникальность и конкурентность чтобы жители республики имели понимание на чем мы как раз можем зарабатывать и развиваться важнее подготовить как раз жители республики для того чтобы мы сами могли соответствовать ожиданиям людей которых сами сюда завлекают сегодня фестиваль дни пиар в якутии начатый байкальским государственным университетом экономики и права с 2007 года перерос из образовательного мероприятия в государственный проект который позволит внести существенный вклад в становление республики как территории комфорта и для проживания работы и отдыха хотелось бы напомнить нашим телезрителям что мы выехали в покровске мы здесь оказались почти случайно в этом кафе и снимаем все это в кафе у нас такая выездная студия варевая обстановка вячеслав поэтому шумно немножко вот можно вячеслав скажите пожалуйста вот в вашем докладе был так было такое интересное словосочетание именно стратегические коммуникации и естественно у человека непосвященного сразу же возникает вопрос где же тогда тактические коммуникации чем они отличаются между собой ну то есть как говорится если у тебя нет стратегии то ты будешь жить по чужой тактике то есть такая фраза бисмарка мне не изменяет условно говоря тогда когда китайцы говорят что мы свой остров хайнань и сделаем самым лучшим городом в мире и системно этим занимаются то эта задача стратегически поставлена как бы да и к этой тактике они уже эту задачу решают тактическими средствами там рекламные средства инвестиционные строят инфраструктуру там ценовую политику определенную выдержит как бы да это уже тактика если якутия говорит что я хочу быть самому не знаю там туристически привлекательным регионом в россии ну как бы вот она амбиции вот она заявлена да соответственно и хочу чтобы вот этот туристический поток дал мне там какую-то сумму средств в экономику там региона и ты соответственно начинаешь просчитывать что для этого нужно сделать это ты понимаешь что необходимо чтобы стоимости билетов были более доступны потому что регионы реально удаленные как бы да ты понимаешь какие туристические маршруты на более интересные там экология охота не знаю там рыбалка мирные мамонты ланхо ну и так далее как бы да то есть ты понимаешь куда ты привлекаешь туристы как бы да и ты эту программу развиваешь без стратегии туристической без стратегии инвестиционной невозможно достигать никаких результатов поэтому и время статистической коммуникации как стратегии а уже остальной тактика а вот по поводу того что вы говорите снизить цены на билеты например и будет приток туристов не разбредутся ли жители так сказать нашего региона потому что внутренний имидж он же тоже очень важен как бы здесь надо находить грань когда мы занимались изучением бренда якутии как бы да то есть мы для себя выявили о том что очень высокой ценностью для жителей якутии является экология вопрос возникает всегда и всюду где организуются какие-то туристические потоки ты не должен создать конфликт между жителями города страны и региона и теми кто приезжает погостить как бы да то есть те кто принимает понимая для него это рабочие места для него это налоги в бюджет чтобы были развита инфраструктура потом это там кафе будут рестораны там не знаю будут лучше дороги это будут лучшие отели и так далее потому что любой бизнес тянет за собой развитие региона любой маломальский город в европе кого да то есть он старается у себя на территории найти что-то такое туристическое что можно продать это что туда приехали какой-нибудь не этом церковь какой-нибудь там не знаю там храм какую-то не этому картину значит или там кто-то родился кто-то здесь значит там творил кто-то там здесь созидал каждый пытается продвигать себя потому что для него это реальные ресурсы которые получает регион от туристического потока для повышения уровня жизни абсолютно то есть это же не это не не просто чтобы приехать туристы это просто для того чтобы у жителей региона были лучше возможности действительно чтобы искать деньги сталкивались в регионе я знаю что вы кандидаты философских наук ну да скажите пожалуйста как так получилось какой ваш был путь сферу массовой коммуникации как получилось что вы философ и внезапно начали делать дело в том что у нас все получилось просто я просто взял и поступил как бы просто дело в том что наша передача в том числе стоит свою целью объяснить молодым людям чем же им заняться жизни как выбрать жизненный путь вот скажите расскажите пожалуйста немного о вашем жизненном пути как как так получилось вообще я начну с того что я технарь по своему базовому образованию сейчас занимался ядерной физикой и физхимией свое время я пришел в коммуникации через комсомол на протяжении 6 лет был первым со временем центрального комитета российского союза молодежи то есть я узнал российский комсомол 91 по 96 год и я долго выбирал между политикой и бизнесом я был там член конституционного совещания со времен конституции российской федерации когда разрабатывался благодарен лицом борисовича ельцином компании избирательных путин избирательной компании благодарен лицом и для меня лично стоял мой личный выбор как бы да что я хочу я хочу быть политиком заниматься политикой я хочу сказать в сфере бизнеса вот и я вот нашу такую сферу бизнеса которая где-то между политикой и бизнесом я просто ну хочу быть независимым человеком как бы да то есть бизнес он дает такую независимость я трудоголик я работаю с опытным то есть то жесткий ритм жизни к сожалению это большая ответственность потому что в ходе у нас там работа больше 300 человек и я понимаю что я за них отвечаю частный бизнес это тяжкий труд вот ну вот я в 17 лет назад им занялся и вот посидение не занимался ваш направленный выбор то есть вы вот допустим когда вы заканчивали школу скажите вот о чем вы думали нет я себя видел в сфере производства кого да и это вот у меня туда душа лежала вот но потом как бы какая-то изменение которые происходили в 90-е годы я защищал кандидатскую диссертацию по политической философии я защищал ее по политической системе российской федерации то есть каким образом она на мой взгляд должна была бы формироваться как бы и там как она должна была вас там складываться как между собой должна была взаимодействие политической системы вот есть такого с политической философии вот и вот это меня как бы сподвинул а тому чтобы эти не менее сферу производства идти на сферу общественной такой общественно политической деятельности что вы можете пожелать вот наверное школьникам или студентам которые находятся на перепутье вот в начале выбора своего жизненного пути я вспоминаю просто себя когда я заканчивал 11 класс я не знал чем я буду заниматься в жизни и у меня было абсолютно никаких идей может быть вот таким людям как я в том более того когда я заканчивал 11 класс я во время сдачи егэ когда принесли бланк сказали что будешь сдавать я просто сел и говорю давайте физику химию английский историю общество знания русский математика я просто выбрал все потому что я правда не знал чем я буду заниматься и потом уже когда я знал сдал общество знания истории русский язык я узнал о том что есть вот пиар вот такая штука и все и уже на химию на физику я уже не пошел ну то есть я думаю что жизнь она любого из нас возьмет за руку и жабры за руку неважно неважно так сказать ну и на дорожку поставит как бы да важно чтобы дорожка не было кривой надо просто реально понимать что жизнь надо пахать ну то есть вот я считаю что вы не надо пахать независимо от того где ты работаешь не надо бояться рисковать как бы да не надо бояться брать на все ответственности и тогда вот это все вместе сложится честность вкалывать и не бояться ну конечно знания ребят чтобы в голове что-то было информация моя появлялась при полагаемых успеха да да тоже друзья наша передача заканчивается сегодня у нас в гостях был вице-президент российской ассоциации по связям с общественностью спасибо вам большое спасибо вам большое за уделенное нам время надеюсь что нашим зрителям эта информация будет в рог я очень надеюсь на это всем пока пока хочешь иметь престижную профессию филиал байкальского государственного университета экономики и права ждет тебя ведем набор по 20 специальностям высшего и среднего профессионального образования на бюджетные и коммерческие места подробности по телефону 36 91 91 и на сайте филиала байкальского университета университета